Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Православный взгляд» — это программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии снова Владыка Ростислав. Здравствуйте! Виталий, здравствуйте! Мы не избегаем в нашей программе острых тем, а ищем ответы на самые непростые вопросы. Владыка, давайте сегодня немножко перейдем к российской границе и поговорим о теме, которая напрямую нашей страны касается. Это ситуация в Грузии. Совсем недавно там случились события, когда тысячи людей вышли на улицы с антироссийскими лозунгами. И усугубляется эта ситуация тем, что все это случилось на, так сказать, межпарламентской ассамблее православия. В церковных кругах как-то эта тема обсуждается? Ну, она тем действительно очень болезненна. На самом деле, насколько известна ситуация в Грузии мне, а очень многие мои знакомые, близкие мне люди бывали за последние годы в Грузии, и они оценивают ситуацию несколько иначе, нежели это вот предстает перед нами картинка в средствах массовой информации. Действительно, когда мы смотрим какие-то новостные сообщения, то создается впечатление, что весь грузинский народ настроен антирусски, что все там готовы побивать русских людей камнями, но на самом деле ситуация там совершенно другая. Действительно, грузинскому народу свойственно было всегда чувство христианского гостеприимства, которое этот народ оказывал всем, кто к нему приезжал, в том числе и русскому народу. И, наверное, не случайно в последние годы, несмотря на то, что на политическом уровне остаются довольно неоднозначными, сложными отношениями между Российской Федерацией и Грузией. Но вот на уровне, как говорят, народной дипломатии, на уровне народном отношения были весьма неплохими. И те, кто мои знакомые бывали в Грузии, всегда отмечали любвеобилие, гостеприимство грузинского народа. Никаких антирусских таких вот выпадов против себя они не замечали ни от кого. Конечно же, действительно, для грузин до сих пор остается очень болезненной тема Осетии, Абхазии. И те события, которые произошли в 2008 году, они не забылись, они оставили глубокую рану в сердце любого, наверное, гражданина Грузии. Сейчас мы оставляем за скобками вопрос, кто прав, кто виноват был в том конфликте. Понятно, что начинателем этого конфликта была не Россия, но, тем не менее, то, что произошло, произошло. И поэтому те русские туристы и паломники, которые посещали Грузию, ну, они как бы за скобками оставляли эту больную для грузин тему, совершенно ее не касаясь. И поэтому, если вот эту тему не затрагивать, то было вполне добродушное, любвеобильное отношение ко всем русским. Таковым оно, как, насколько мне известно, остается в массе своей и до настоящего времени. Но, конечно же, всегда, наверное, в любом обществе есть какие-то такие пласты людей, которые имеют совершенно другое устроение, наверное, да, таковые, наверное, и в нашей стране бы нашлись люди. Вот. И когда кто-то выступает инициатором каких-то беспорядков, этих людей мобилизует, то тогда эти люди, чаще всего занимающие очень активную и шумную позицию, они вот создают такой общий фон, из-за которого создается впечатление, что вот весь грузинский народ настроен антирусский и антироссийский. Но на самом деле это совершенно не так. Мне думается, что то, что происходит сейчас в Грузии, это не столько проявление подлинного лица грузинского народа, так сказать, коллективного вот его такого образа, сколько хорошо спланированная провокация, которая как раз направлена на то, чтобы разрушить вот то взаимное благорасположение двух православных народов друг к другу, русского и грузинского, которое сложилось за последнее время. Некий аналог здесь можно привести с Грецией. Ведь вот те осложнения, которые во взаимоотношениях между Россией и Грецией, между русской православной церквью и Константинопольским патриархом, они достигли своего пика в последнее время. И что этому предшествовало? Насколько я помню, западные различные агентства проводили такой социологический срез, проводили социологический опрос среди населения Западной Европы. Каково отношение не политического бомонда, а вот простого народа отношения к России, к нашему президенту Путину. И оказалось, что среди всех западноевропейских стран самое теплое, благожелательное отношение к нашей стране в целом, к нашему народу и к президенту к нашему, самое теплое отношение у греков. И поэтому именно по этой стране, вернее, по нашим взаимоотношениям между Россией и Грецией был спланирован вот тот удар, та провокация, которая привела к этим вот плачевным результатам на уровне не только межгосударственных отношений, но и межправославных отношений, когда Константинополь пошел на те антиканонические деяния в отношении православной церкви на Украине, которые привели к разрыву евхаристического общения между русской православной церковью и церковью константинопольской. И я думаю, что вот то доброе отношение между русскими и грузинами, которые традиционно всегда были и которые не смогли разрушить и события 2008 года, именно по этим отношениям и наносился удар. Не случайно ведь один из высокопоставленных американских чиновников незадолго до этих событий ведь написал в своем твиттере далеко такие, наверное, идущие и требующие некой реакции слова, где он писал, удивленный тем, что как много русских в Грузии среди отдыхающих, среди туристов. Вот. И он написал, что это большая опасность для Грузии в том плане, что вот русские здесь везде наполняют и все. Конечно, это обеспокоило, видимо, бомонд Соединенных Штатов Америки. Вот. И нужно было что-то делать. Я правильно понимаю, что на ваш взгляд уши растут оттуда, если говорить прямо. Ну, это однозначно, однозначно. Потому что очень интересно то, что сразу активизировались те проамериканские грузинские силы, которые находятся за пределами Грузии. В лице Саакашвили или других каких-то подобных деятелей. Поэтому, однозначно, я думаю, что это спланированная оттуда спланированная операция, которую следовало предполагать. Тем более, что поводом для этого конфликта послужила, как вы уже отметили, вот та межпарламентская ассоциация православная, которая периодически проводит свои заседания в разных православных странах. Так вот, Грузия на протяжении уже многих лет выступала с инициативой, чтобы быть гостеприимной страной для этих делегаций, чтобы город Тбилиси принял эту межпарламентскую православную ассамблею. И вот, когда все было организовано, казалось бы, Грузия достигла своей цели. Вот такая провокация. Причем то, что якобы поводом стало то, что председатель этой межпарламентской ассамблеи... Сел туда, куда ему указали. Да, сел за стол президиума. Это лишь какой-то внешний повод. Почему? Потому что, ну вот, как говорят, что у тех провокаторов, которые устроили вот эту провокацию в здании грузинского парламента, было уже все готово к провокации, хотя еще заранее они и не знали, кто куда будет посаженный. То есть было уже все рассчитано. Были заготовлены антироссийские транспаранты, они были готовы к определенным таким действиям. Ну и в силу того, как они мобилизовали определенное количество людей на такие вот демонстрации и митинги протеста, тоже, говорит, о хорошо спланированной, а далеко не стихийной, не случайной акции. И тем более, я говорю, что реальных основ для вот таких антирусских выступлений в Грузии не было. Но кто еще тот найдет? Да, потому что действительно все, кто бывали в Грузии за последние годы, они свидетельствовали и свидетельствуют о дружелюбии грузинского народа в своей массе. Вы знаете, Владыка, мои знакомые после того конфликта 2008 года, ну буквально года через два-три тоже отдыхали в Грузии, и они когда вернулись, у них было желание, не просто там вернуться туда еще раз, приобрести там недвижимость. То есть вот на бытовой почве, даже тогда, когда вот совсем немного времени прошло от этого конфликта, и все равно отношения грузин и русских, они оставались на очень высоком уровне. Поэтому, ну, я лично, если выражать свое мнение, с вами, конечно, полностью согласен. То, знаете, невольно вспоминается стихотворение Тютчева, давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской, двойная правда создалась. Стихотворение было написано еще в 19 веке, по-моему, актуальность не утратила до сих пор, когда, по сути дела, Россия меняет вину, разве что только, что она Россия, причем православная. Да, и я думаю, что вот здесь, как раз нашей стране, российской стране, не следует пороть горячку, потому что иногда, так сказать, вот и мы, возбужденные теми новостными сообщениями, которые идут сейчас по всем телеканалам, по интернету, иногда мы хотим предпринимать какие-то ответные, очень резкие такие шаги, мы должны понимать, что все-таки абсолютное большинство грузинского народа, это вот не то, что сейчас показывают по телевизору, и поэтому вот эти вот маргиналы, вот эта вот оппозиция, которая выступает здесь, это как раз не то, чем мы должны руководствоваться. Конечно, сейчас, когда вот вспышка таких вот антироссийских настроений, когда вот эта провокация достигла своего пика, я думаю, вполне разумном ограничении, так сказать, возможности русским туристам, российским туристам посещать Грузию. Это меры предосторожности, но они не должны вызывать каких-то дальнейших своих таких шагов. Конечно, здесь вызывает осторожность мою, по крайней мере, что, да, действительно, грузинский народ в массе своей очень доброжелательно относится к России и к русскому народу, но вот когда вот эти антирусские силы организовали вот эти вот протесты, эти мероприятия, то некоторые первые лица Грузии, это президент, выступили с такими же, по сути дела, антирусскими заявлениями. Госпожа президент Грузии открыто назвала Россию агрессором и оккупантом. Да. Как же на это не реагировать? Да. Ну, по крайней мере, да, это не было каким-то шагом примирительным и прочим, и хотя даже те же протестанты на своих митингах протеста потом несколько, видимо, так сказать, здраво оценив ситуацию, начали призывать все-таки не трогать и не причинять никакого вреда туристам из России, ну, как бы они себя оправдывают, разделяя, так сказать, политическую линию государства России и обычных граждан России. Но тем не менее... И, в принципе, вот с подобного рода заявлениями, вот, оно, ну, дает все-таки больше оснований для России не просто, так сказать, вот переждать этот конфликт, но и предпринимать какие-то ответные меры, предпринимать ответные шаги для того, чтобы помочь несколько горячим головам там остудиться, ну, и оценить реальную ситуацию так, как она есть. А то, что вы говорите, что уши растут из-за океана, ну, это, я думаю, что если трезво посмотреть на эту ситуацию, то это не секретом является ни для кого, в том числе и для грузин. И даже Нино Бурджанадзе, как мы знаем в своем выступлении, вот, она четко расставила все точки над «и», действительно, назвав вот то, что происходит в Грузии сейчас, ну, провокация, которая готовилась из-за океана, и в Саакашвили, и в Соединенные Штаты Америки явно просматриваются за всеми событиями этими. Вы знаете, Владыка, недавно зашел в один из томских храмов, и там было предложение о паломнических турах, и в том числе, ну, до сих пор висит предложение поехать в Грузию. Как вы думаете, вот с этим сейчас что будет? Ну, я думаю, сейчас сложнее даже чисто технически добраться до Грузии, хотя с грузинской стороны идут призывы, что, пожалуйста, мы также рады российским туристам, как это было и вот до этих событий, и поэтому Грузия, ну, так сказать, несколько остывши, предлагает какие-то альтернативные пути достижения грузинских границ, это и через Азербайджан, через Турцию, через Армению, пытаются организовать какие-то определенные авиасообщения с пересадками. Вот. Но думаю, что все-таки это значительно удорожит реализацию своих планов, тех, кто намерен посетить Грузию. А все-таки вот паломнические туры в Грузию из России, они рассчитаны не на богатых людей, а на людей со средним или даже ниже среднего достатков. Иногда и пенсионеры ездили в Грузию для того, чтобы поклониться грузинским святыням. И поэтому, конечно же, сейчас это чисто финансово, будет многим бить по карману. И думаю, что навряд ли в ближайшее время такие паломничества будут легкими. Хотя я знаю многих людей, которые запланировали посещение Грузии этим летом, они своих планов и намерений не отменили, и кто-то там собирается добираться до Грузии возможными для них доступными путями через кто-то Азербайджан, кто-то через Армению. А вам доводилось в Грузии бывать? К сожалению, я в Грузии не бывал ни разу, хотя среди моих знакомых очень многие в Грузии бывали. И практически у всех осталось очень доброе и теплое такое чувство восприятия этой страны и ее народа. Владыка, ну а что же, как вы стоите в такой ситуации, когда Грузия ведь это малая часть тех стран, которые настроены антироссийскими. Мы говорим сейчас, как вы уже упомянули, не об обычных людях, а вот именно о политическом курсе. Ну вот те же украинцы, не раз там, а на председательствующих местах, у них сидели американские какие-то там высокопоставленные чиновники на улицу, никто не выбегал, американские флаги не сжигал. Как вот морально... Зачем Соединенным Штатам Америки против самой себя устраивать какие-то уличные манифестации? Вот. Это еще раз говорит, откуда, так сказать, вот растут корни, так сказать, где причины и корень всех этих событий. Вот. Поэтому я думаю, что такие очаги конфликта вокруг, по периметру России, они создавались и будут создаваться, ну... Делать-то что? Ну что, как вот в последней прямой линии общения президент, отвечая на этот вопрос, сказал, что нужно укреплять нашу российскую экономику. Ну, вот, чем крепче Россия, тем в большей степени с ней будут считаться. Если, скажем, в 90-е годы с Россией не считался никто, вот, и считали, что Россия должна обязательно, так сказать, подпевать любым действиям стран западного мира. И виновата улыбаться. И даже когда очень скромно, очень робко Россия возвысила свой голос, когда были известные события в Сербии, и то на Россию сразу начали цыкать, сразу ее записали в число своих недругов. Вот. Но с тех пор прошло достаточно времени, Россия изменилась, вот, изменились ее вооруженные силы, изменилась несколько ее экономика, может быть, не в той степени, как хотелось, но тем не менее. И на Западе увидели, что это сила, с которой нужно что-то делать. Либо нужно понять, что в мире существует несколько таких вот центров, так сказать, тяжести, тяжеловесов, с которыми нужно считаться, учитывать их интересы. Либо нужно как-то эту силу нейтрализовать. Подавить. Да, и сейчас, я думаю, вот как раз, ну, в действии, вот, план номер один. Как эту силу подавить, нейтрализовать, свести ее на нет. И поэтому создаются конфликты, будь то украинские, будь то грузинские, либо какие-то. Возможно, и продолжение, так сказать, еще какой-то этой тенденции. Вот. Пока Россия, так сказать, адекватно реагирует на эти вызовы, в общем-то, противостоит этим вызовам. Если дальше произойдет укрепление нашей экономики и прочее, вот, то, я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что, ну, в мире будет очевидным о том, что такие центры в мире, их несколько, он не один, и поэтому нужно, вот, как бы, с этим это учитывать. И только тогда, я думаю, что в этих вот странах, которые сейчас считаются проблемными, воцарится мир и спокойствие. Ну, когда это будет, в общем-то, одному Богу известно. Мне кажется, инициатива в любом случае должна все-таки, в данном случае, идти снизу, а не сверху. В связи с этим следующий вопрос, Владыка. А вот Томская епархия не держит таких мыслей, что, быть может, организовать какой-то культурный обмен, как вот в советские времена существовало. Допустим, отправить там ребятишек из воскресной школы в Грузии и в свою очередь принять ребятишек с другой стороны. Ну, в принципе, на уровне вот народа такие связи, это не только между Томской епархией и Грузией, но, скажем, различными регионами России и Грузии, они осуществлялись, осуществляются. У нас в Томске живет достаточно большая такая диаспора грузинская, которая как-то выходила на меня с инициативой организовать мою поездку в Грузию, ну и, соответственно, из Грузии какую-то делегацию привезти сюда. Вот. Ну, как-то в практическую плоскость это так пока не перешло, хотя я поддержал тоже это мнение. Я думаю, что рано или поздно мы его осуществим. Вполне возможно ведь осуществлять такие вот контакты на уровне церкви, на уровне культуры наших стран и наших государств. Ну, все в мире знают прекрасное грузинское пение, вот, хоры грузинские, особенно мужские хоры. Так, Владыка, журналистов с собой возьмете? Я сейчас на себя намекаю. Это нечто такое потрясающее, вот, что не может оставить равнодушным ни одного человека. Я помню, когда еще с Украиной не осложнились отношения в России, и, по-моему, праздновали тогда тысячу двадцатилетие крещения Руси. Вот. И мне, я тогда был временным членом Священного Синода Русской Православной Церкви, а как раз Синод ту сессию заседал в Киеве, в стенах Киево-Печерской Лавры. Я там бывал. И вот как раз на эти торжественные мероприятия, связанные с юбилеем крещения Руси, прибыл грузинский патриарх Католикос Илья II. Он совершал богослужения вместе с нашим патриархом. Вот. И он привез с собой хор грузинский, который не только пел за богослужением, но и потом давал несколько концертов. Потрясающее пение, которое не оставило равнодушным никого. И вот тогда у меня появилась в голове мысль, которая не покидает меня до настоящего времени. Думаю, вот как бы этот хор бы привезти нам в Томск, чтобы эти мечи увидели, насколько это потрясающе, насколько это хорошо. Я, к сожалению, не силен в экономике, поэтому не знаю, насколько это будет дорого или не очень дорого, насколько это посильно для Томска или не посильно. Думаю, что, смотря по афишам, которые висят на наших различных культурных учреждениях, ведь приезжают музыканты, культурные деятели чуть ли не со всех сторон мира. Значит, все-таки это, наверное, вполне осуществимо. И поэтому вот думаю, что было бы неплохо когда-то организовать вот приезд, по крайней мере, вот хора грузинского и в наш регион. Надеюсь, руководство Томской филармонии нас тоже сейчас слышит. Ну вот, можем выступить совместной какой-то такой инициативой и подумать над этим. Не знаю, насколько это уместно именно вот в эти дни, так сказать, продумать такой вопрос. Но думаю, что вот все-таки та вспышка конфликта, которая была, она все-таки обречена на то, что пойдет на какой-то спад. Конечно, возможно, его будут специально подогревать, специально в этот пожар будут подливать бензинчику, чтобы он не затухал, но разгорался. Но вот если его оставить вот в естественном своем состоянии, то думаю, скоро, долго он не продержится. И поэтому в самое ближайшее время можно уже было бы думать о восстановлении каких-то связей культурных, межцерковных и так далее. Искренне в это верю, Владыка, давайте перейдем теперь ко второй части нашей программы, поговорим о делах церковных. Мы находимся на пороге праздника Иоанна Крестителя 7 июля. Расскажите об этом святом. Когда у Спасителя Иисуса Христа, как о том мы читаем в Евангелии, спросили об Иоанне Крестителе, то он сказал, что среди святых не восставал никто больше Иоанна Крестителя. И поэтому во всех православных храмах, когда мы смотрим на иконы, и в частности на иконостас, то видим, что в центре иконостаса всегда помещена икона Спаса. С правой стороны от Спасителя находится изображение Богоматери, а с левой стороны Иоанна Предтечи, которые ближе всего стоят к престолу Небесного Царя, Бога, и молитвенно, простирая к нему свои руки, возносят молитву о всех нас. Это один из величайших святых в нашей Церкви. 7 июля – как раз день Рождества Иоанна Крестителя. Подробно об этом событии описано в Евангелии от Луки, где рассказывается о том, что Иоанн Креститель родился от уже преклонного возраста престарелых родителей Захарии и Елизаветы, которые хотя были супругами, которые прожили долгую, казалось бы, счастливую, почти счастливую жизнь. Единственное, что омрачало их совместную супружескую жизнь, они были бездетными, но молились усердно о даровании им ребенка. И вот тогда, когда, казалось бы, уже силы человеческие, надежда человеческая иссякла, Господь им дает ребенка. У них рождается сын, ангел возвестил о его рождении, повелел им назвать его Иоанном. И действительно рождается Иоанн, на котором лежала миссия – приготовить этот мир к встрече с Христом Спасителем. Поэтому Иоанна Крестителя называют предтечей, то есть тот, который предтекает, предшествует пришествию в мир Спасителя. Действительно, для того, чтобы принять человеку Бога, для этого нужно не только, чтобы Бог захотел прийти к человеку, явить себя человеку, но главное, чтобы человек оказался способным принять Бога. И вот как раз миссия Иоанна Крестителя была – приготовить человека к Богу. И в Третьяковской галерее известное полотно, тот, кто бывал там, не мог его не заметить. Оно не только самое большое по размерам, но и очень такое впечатлительное. Всегда вокруг него много толпится людей. Это «Явление Христа народу», известная картина Иванова, где как раз изображена вот эта проповедь Иоанна Крестителя. Вдалеке идет Спаситель. А вокруг Иоанна Крестителя люди самых разных социальных строев и внутреннего такого устроения. На их лицах мы читаем разные чувства от сомнений, недоумения, надежды, глубокой веры. Вот то, что, наверное, свойственно и нашему обществу. Есть один фотохудожник, я не помню его, к сожалению, фамилии, он иногда делает фотоснимки посетителей Третьяковской галереи. У него есть целая вот серия фотографий, где он фотографировал наших современников, стоящих у картины Иванова «Явление Христа народу». И как удивительно, наши современники присоединяются вот к тем людям, которые изображены на этой картине, вот являются частью этой картины. Действительно, Иоанн Креститель в настоящее время своим примером как бы напоминает нам о Боге, о Вечности и о необходимости подготовки нашего сердца к тому, чтобы принять Бога. А только в чистом сердце может возобитать Господь. Спасибо, Владыка. У нас еще есть блиц-вопросы, на которые прошу ответить более кратко. Какова судьба строительства храма новомучеников и исповедников Церкви Русской на Каштаке? Ведь уже почти 8 лет прошло, и сейчас ров зарастает бурьяном. Ну, уже бурьяном он не зарастает, поскольку несколько в прошлом году приход, который был инициатором строительства этого храма, он оживил свою деятельность силами этого прихода. Там была построена небольшая деревянная временная церковь, где возобновилось богослужение, и приход сейчас этот растет. Прихожан становится с каждым днем больше и больше. Параллельно мы доводим до ума ту техническую документацию, которая позволит нам, ну, возобновить и начать строительство уже постоянного каменного храма на Каштаке. Вот. И думаю, что в самое ближайшее время этому будет дан новый толчок. «Господи, научи меня оправданием Твоим». Слова понимаются так. Надо каждый человеческий поступок понять, простить и оправдать, быть снисходительным и к себе, и к людям. Так ли эти слова понимать? Ну, оправдание, то, что словом «оправдание» переведено на славянский язык, это заповеди Божии на самом деле. Если вот мы смотрим текст оригинала Псалма, эти слова из Псалма Давидова, то здесь мы говорим «Господи, научи меня заповедям Твоим». То есть дело не в оправдании, или тем более не в самооправдании, а в том, что мы просим у Господа, чтобы Господь нас научил идти тем путем, который синхронно с божественными заповедями. Причем заповеди Божии – это не какие-то повеления, которые заставляют человека, вопреки что ли естеству своему, делать те или другие несвойственные ему поступки. А это те глобальные законы, соблюдая которые, человек становится частью гармоничного мира. И не соблюдая эти законы, выпадает из этого мира. Точно так же, как существует, например, закон природы, закон, например, всемирного тяготения. И никому из нас не придет в голову выходить на улицу с девятого этажа непосредственно из окошка. Мы понимаем, что сразу человек разобьется. Никто не прикоснется к раскаленной сковородке, незащищенной рукой, понимая, что он получит ожог. Вот то же самое заповеди Божии. Они несколько, так сказать, определяют наш жизненный путь для того, чтобы мы шли по этому жизненному пути, не набив себе шишек, не получив ожоги, травмы духовные. Вот что есть в заповеди Божии. И вот как раз в этом псалме, когда мы говорим, научи меня оправданием Твоим, Господи, мы говорим, Господи, научи меня заповедям Твоим, то есть идти тем путем, который приводит нас ко спасению, но не к погибели. На ваш взгляд, постулаты, изложенные в Домострой, еще актуальны? Конечно, вообще Домострой очень мудрая книга. Конечно, в настоящее время в сознании большинства людей, кто об этой книге слышал, судят о ней по каким-то отдельным, определенным штрихам, которые, может быть, кажутся в настоящее время не совсем актуальными. Но всыпать, например, там можно ребенку. Да, но далеко Домострой не о том, что, например, муж может всыпать жене, или там родители могут навешать тумаков своему ребенку. Домострой – это книга, которая описывает в целом, так сказать, основы семейных взаимоотношений и других. Там есть очень мудрого, ценного, так сказать. И поэтому, понятно, с некой коррективой на современный менталитет человека, на современные условия его жизни, эта книга не утратила свою актуальность. Там есть очень много полезного, что могут подчеркнуть для себя и современные супруги, и дети по отношению к родителям, и родители по отношению к детям. Владыка, почему в пост молоко нельзя, а рыбу можно? Где логика? Дело в том, что существуют некие уровни поста, и пост делится на несколько категорий, начиная от очень строгого поста, когда не разрешается вообще ничего, даже водичку пить нельзя. Это строгое такое говение, например, как Великую Пятницу, когда мы воспоминаем крестную смерть Христа Спасителя. И кончая самый такой легкий пост – это масленица, когда нельзя мясную пищу, но можно яички, молоко, сыр и так далее, ну и всю остальную пищу. И вот как раз некая средняя такая вот степень поста, тогда, когда все-таки пища скоромная, к которой относится и молоко не разрешается, ну а рыба все-таки разрешается. И дело тут не только в логике. Дело в том, что рыба, она значительно менее калорийна, нежели мясо, но тем не менее организм человека все равно требует какой-то белковой пищи. Вот как бы мудро так вот устав устроен был, что некоторые посты разрешают не всегда, а в отдельные дни употребления рыбы. Это поддерживает физические силы человека для того, чтобы в дни поста не ослабеть и не стать в том числе и в духовной жизни расслабленным человеком, но продолжать свой духовный труд в том числе. Спасибо огромное, Владыка. Как всегда, интересные ответы, познавательные и очень рассудительные. Я напоминаю, что вы также можете прислать свой вопрос на нашу программу. Достаточно написать на адрес православия70собака.мейл.ру. Можно предложить и тему программы. На этом, Владыка, мне остается попрощаться. До свидания. Я желаю Божьей помощи всем нашим телезрителям. Храни всех Господь. Спасибо за внимание. Наш выпуск на этом завершен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова